Привет-привет, дорогие друзья! Доброго времени суток! Это новое видео по Marvel Битве Чемпионов. Все же я решил пока что не сдаваться. Да, просмотров с каждым выпуском все меньше, но ведь и Injustice 2 Mobile не сразу, не с первого видео расцвела на моем канале. Я помню времена, когда я набрал первые 100 просмотров на видео, и мне казалось, что это просто какой-то нереальный уровень. Боже мой, меня кто-то смотрит, меня кто-то поддерживает, даже комментарии стали появляться. И, в принципе-то, количество лайков под видео по Marvel Битве Чемпионов, оно выше, чем по Injustice 2 Mobile. А просмотры, я надеюсь, со временем подползут тоже. В общем, во-первых, хочу порекомендовать вам услуги доната, если вы искали возможность задонатить, но не знали, как это сделать. Пожалуйста, и ссылка в описании к видео. Можете обращаться смело, это человек проверенный по Injustice 2 Mobile. Я думаю, с Marvel Битвой Чемпионов тоже проблем не будет, поэтому welcome, донаты оформлять, если вам это нужно. Я почему долго не выпускал видео по Marvel Битве Чемпионов? Ну как долго? Дня три, наверное, уже не выпускал. А все потому, что как бы особо-то и показывать нечего. Я думаю, ну нужен же какой-то контент, нужно же что-то показать интересно. Потом думаю, ну это же дневники новичка, ку-ку. И может быть можно просто показывать, что я ежедневно делаю в этой игре. В общем, давайте по порядочку. Во-первых, кампания. Я потихонечку прохожу уже четвертый акт, на второй вот плиточке нахожусь. И, но уже тяжко. Уже тяжко, достаточно сложно уже проходить это все дело. Потом я решил проходить вот задание события. И сдуру решил взять второй уровень сложности. Можно было взять первый. Но здесь как бы и награды такие смутненькие. А вот. И мне казалось, что это очень легко для меня будет. Поэтому я решил взять второй уровень сложности. Здесь награды, конечно же, повкуснее. Но и гораздо сложнее. Тоже я уже кучу хилок потратил. Энергия практически, восстановление энергии уже практически закончилось. Но я потихонечку это все дело прохожу. Тоже сейчас на второй главе. В общем, очень сильно надеюсь, что я все же это пройду. Но и вопрос у меня к старожилам игры. Я не знаю, может быть сейчас нет каких-либо активных арен для того, чтобы получить персонажа. Да, никакие персонажи в аренах не разыгрываются. Может быть вообще теперь персонажи в аренах не разыгрываются. Но за все то время, пока я играю в Marvel Битвы Чемпионов, кроме вот таких вот арен с кристаллами, там, кристальное богатство, как-то по-разному называются эти арены. В общем, арен с персонажами еще ни разу не было. Это что-то с моим аккаунтом не так? Или персонажи на арене просто в этот период не запускались? И если они не запускались, то когда ближайшая арена на персонажа? А если запускались, дайте, пожалуйста, мне ответ, почему на моем аккаунте ни разу этого не произошло? Но да ладно. Что есть, то есть. То и будем испытывать. Значит, у меня есть уже множитель X7. Есть серия побед. Будем играть. Будем играть дальше с помощью серебра пока что. А вот, а потом, друзья, мне тут посоветовали в комментариях, что когда 10-й бой, нужно брать самую сильную команду. Почему? Потому что 10-й бой, он самый сложный, а потом бои опять полегче пойдут. И если 10-й бой выигрываешь, то тогда, как бы ты попадешь вот в эту беспрерывную волну побед, соответственно, больше очков будешь. Как это сказать? Ну, нет же слова. Короче, проехали. В общем, собирать будешь больше очков. Но, честно говоря, я не заметил вот такой тенденции, что 10-й бой, он самый сложный. Иногда бывают такие бои, когда, казалось бы, вот, как бы очевидный выигрыш должен быть, а бот куда-то там пятится назад постоянно, и что-то идет не по плану. Не так, как тебе хотелось бы. Поэтому здесь вот эти все 10-е бои, и потом, я же еще, мягко говоря, далеко не профессионал, я еще не до конца научился пользоваться навыком ловкости, чтобы можно было убегать от вражеских спецприемов. Оп, не вовремя, не вовремя, как не вовремя. Плюс ко всему, не стоит забывать, что персонажей в игре максимально много, и я, конечно же, не все анимации спецприемов вражеских знаю. А для того, чтобы пользоваться навыком ловкости, нужно просто идеально знать анимации вражеских спецприемов, чтобы пытаться убегать от них. По-другому никак. Валькирию, кстати, пока что не понял, в чем ее фишка. Она у меня тоже на аккаунте есть, четырехзвездная, по-моему. Но как-то вот я за нее поиграл, и как-то ничего сверхъестественного не обнаружил. Конечно же, скорее всего, я просто неправильно за нее играю. Но есть вот персонажи, как и в любой другой игре, когда ты только начинаешь играть за них, вот прям очевидно, что этот персонаж силен. Там куча всяких дебафов вешается на противника, куча бафов на персонажа твоего вешается. А есть вот персонажи, которые на первый взгляд могут показаться странными и в какой-то степени бесполезными. Но просто нужно знать, как играть за этих персонажей. Вот может быть Валькирия это как... Блин! Вот может быть Валькирия это как раз-таки вот именно такой персонаж. Оглушение будет? Нет оглушения. Нет оглушения. Так, здесь заблочил, хорошо. Вот ловкостью у меня пока что получилось неплохо пользоваться только лишь в плане уклонения во время свайпа влево. А вот спецприемчики пока что не научился я контрить. Ну ладно, будем учиться. Будем учиться. Рубрика пока что никуда не уходит. Я решил так просто не сдаваться. Так, восьмая победа. И, ну, пока что получается еще серебро идет в ход. Пока что. Не-не-не-не. Не, вот так оставляем. Оставляем вот именно вот так. Слушайте, мне так нравится Джиггернаут. И вроде бы ничего сверхъестественного нет. Но! Его вот эта фишка с несокрушимостью, она как бы дорогого стоит. Единственное, что Веном сейчас мне все испортил. Но если поймать вот эту волну несокрушимости, то как бы все Джиггернаута остановить никто вообще не в силах. Оп! 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 Ой, 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 ой. А что-то такой злой, что-то такой противный вообще. А вот она, несокрушимость появилась. И как раз в конце боя вообще прекрасно просто поддержала Джиггернаута. Просто потрясающе. Вот эта рогатая скотина достаточно опасная, я вам хочу сказать. Я уже имел честь сражаться против него. И он достаточно душный, я вам хочу сказать. Ну, можно? Вот, слава богу, попал наконец. Вот видите, я его просто бью, а на меня вешаются дебафы. Ну, как бы неприятненько, согласитесь? То есть, как бы я ничего отрицательного для своего персонажа не сделал пока что, только положительное, а уже кучу урона получил. Так, сильную атаку лови, нет. Тихо. Ну, тут уже супер прием у оленя накоплен. Не знаю. Ну, все, он меня, скорее всего, добьет. Так его хоть зову, я не помню уже. Еще не выучил. А он меня не добил, кстати. Так, 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 держимся, держимся. Хорошо. Опасно было, согласитесь. Достаточно опасно. Человек-лед. Вообще, шикарен просто. Значит, что делаем? Накапливаем эффекты морозный удар, а потом можем просто... Тихо. Бахнуть. Сильной атакой. А что, что я не могу прикоснуться к пятну? У меня тоже есть пятно, но он у меня так не работает. Я его вообще просто разорвал. Так вообще расписывал, насколько хорош человек лед. И тут внезапно пятно просто уничтожил. И морально, и физически. Вот сейчас, да, десятый бой. Я перед началом того, как мы начали играть на арене, забыл показать вам, как изменилась моя коллекция. Ну, собственно говоря, это можно сделать и позже. А так-то, я думаю, вы и так видите, сколько у меня новых чемпионов появилось. Постоянно какие-то задания выполняются. Я там немножко кристальчиков еще пооткрывал. Да, я помню, что вы мне говорили, что кристальчики лучше не открывать за... Как это называется? В общем, за жетоны вот эти, да? За внутриигровую валюту данной игры. Но я не удержался. Там такие кристальчики были интересные. Там из кристаллов за 300 этих единиц можно было получить персонажа с вероятностью в 6 звезд. Поэтому... Но мне стало интересно. Я бы открывал 3 или 4 кристалла. Я открыл, по-моему. Почему нет? Вот, кстати, это самая Валькирия. Вот как-то вот я не понимаю ее этих фишек. Комбо обращено, комбо восстановлено. Но пока что я не раскусил фишки этого персонажа. Конечно, очевидно и невероятно. Можно взять и посмотреть какой-нибудь видосик. Да? Добьет меня сейчас, наверное. Или повесит на меня какой-нибудь супер дебаф, который сожрет всю мою хпшку. А нет. Регенерация это не честно. Но вот смотрите. Она урон практически не наносит. Практически не наносит. Отрицательные эффекты никакие не вешает. Может быть, конечно, тут фишка в каком-нибудь просто комбо ударе. Да? Ударе с руки. Ну, не знаю. Вроде бы и с руки тоже особо не бьет. Но там же я должен был успевать сделать сильную атаку. Почему урон по ней не наносится? Почему по одной единице урон всего? Я не понял. Алло, это что такое? Это вообще законно? Почему такой малый урон наносился? Ну, я понимаю, что там превосходство в классе. Но чтобы так мало? Непонятно. Вот тут тоже такой непонятный момент. Вот 10-й бой был сейчас или вот сейчас будет? Вот серия побед 10, да? То есть 10-й бой я уже прошел. Вот этот самый сложный, как говорится, бой. Или вот он только сейчас будет? Тоже такой достаточно непонятный момент. Но противники уже сложные. Может быть, это как раз таки вот сейчас. Этот самый сложный 10-й бой. Нет! Еще не блокируется! Ну, тварь. Ну, тварь просто одним спецприемом половину хпшки просто снесла мне. Сейчас пытался воспользоваться этой самой ловкостью и как-то что-то не зашло. Я же вроде блок ставил. А все. А серия побед, скорее всего, сейчас будет сброшена. Потому что самая главная надежда в этом противостоянии была на первые два боя. Потому что третий бой там совсем все плохо. будет. Я, конечно, пытаюсь играть аккуратно. Но, опять же, да? Семь лет играть в Injustice 2 Mobile и теперь начать активно играть в Marvel Битвы Чемпионов. Игра все же чувствуется по-другому. Конечно, любой файтинг имеет свои там тайминги, свои какие-то фишки. Так же и здесь. Вот, кстати, тоже новый персонаж на моем аккаунте, которого вы не видели в прошлой серии. Он появился у меня уже вне видео. Так, вот тут очень удачно вообще закон спецприем пантеры. Второй спец залетает. Где урон? Где урон? Пантера, делай спецприем. Ну, делай спецприем. Ну, пожалуйста. Вот, молодец. Вот так бы сразу. Так, допустим. Первый залетает. Делай второй спец. Я не хочу суперприем. Фу! А затащил? А я думал, что я третий бой вообще не затащу. А как-то третий бой оказался гораздо легче, чем первый. Как ни странно. Казалось бы. Вот этим эта игра периодически удивляет. Как так получается? Иногда, как я уже говорил, ты просто практически на 100% уверен в исходе боя, но что-то получается не так. Что-то по ходу дела меняется. А иногда тебе кажется, что ты должен проиграть, а ты берешь и выигрываешь. Умеет удивлять Marvel Битва Чемпионов. умеет, умеет. Нет, нет, спокойно. Мне нужна насмешка. Потому что, видите, без насмешки кровоток Дэдпул вешает не так активно. Но мы вроде бы и без насмешки неплохо дамажим шерифа Хоукинса. Ну, кто не в курсе, да? Это из очень странных дел. Такая отсылочка небольшая. Паука мне тоже за какое-то там задание выдали. Четырехзвездного. Ну, которым мы сейчас играем. Не-не-не. О! Блин, я забыл, что там еще удар ногой. Тихо! Да что такое? За одну камбуху снесла мне кучу ХПшки. Оглушение есть. Нет, 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 нет. До свидульчики. Так, 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 есть. Фу! Множитель сохраняем, серию побед сохраняем. Все пока что идет так, как нужно. Хорошо. Даже если я в данном бою проиграю, все равно уже все неплохо. Вот как я могу уклоняться от спецприемов, которых я не знаю анимацию. А иногда есть такие спецприемы, когда кажется, что он уже закончился, а оказывается нет, а оказывается там еще удар есть или два, или три. А что она просто стоит? Какой-то очень непонятный блок у данной девицы с луком. вот-вот-вот-вот, это то, о чем я говорил, что вроде казалось, что спецприем закончился, а оказывается, видели, там и второй, вторая часть спецприема есть. Фух, прям азартненько, прям азартненько, я хочу вам сказать. Но я сегодня дойду до трех сот тысяч очков, впервые, кстати. Я думаю, что это очевидно. Ну, и еще одну серию, я думаю, мы точно себе можем позволить. Вообще, конечно, изначально я хотел сказать, что будем играть до тех пор, пока я сброшу серию побед, но тут я как-то так вошел в кураж и вроде как побеждаем. И я думаю, ну, давайте играть дальше. Конечно же, в конце серии мы, как всегда, традиционно пооткрываем еще кристальчики, куда же без этого. Но это будет в конце. Ну, куда? Ну, какой супер прием? Какой супер прием? Там должна была быть сильная атака. О чем речь идем вообще? покойно. И второй спецприем лови. Спасибо, что добил. Доктор Стрэндж, он, конечно, такой недомажный парень. Опять же, возможно, не знаю каких-либо тонкостей этого персонажа. Скорее всего. так, нужно играть через сильную атаку. Хорошо. Так, делай спецприем. Росомаха. Росомаха. Вот молодец. Вот молодец. Вот так бы чаще вы слушались, что вам говорят, бои проходили бы гораздо проще. Причем сильной атакой вот данного конкретного чемпиона, за которого я сейчас играю, достаточно просто пользоваться. когда вы видите, что ваш противник раскрывается и вы наносите нормальную комбо-серию, тогда вы можете быть уверены в том, что вы нанесете как раз-таки сильную атаку без каких-либо проблем, потому что, видите, во время начала анимации сильной атаки наш чемпион оглушает своего противника и, соответственно, вы на 100% уверены в том, что вы сильную атаку нанесете точно в цель. Санспот опять у меня есть в коллекции, правда, в предыдущий раз, когда я пытался в битву чемпионов играть, он у меня был 4-х звездный, здесь всего лишь 3-х звездный, но это пока что. Надеюсь, что Санспот выпадет мне и 4-х звездный тоже. Очень приятно, очень приятно проиграл. Но, опять же, серия побед на месте. А это говорит о чем? Правильно, что могу себе позволить сыграть еще одну серию. Поехали это делать. Ну, как минимум, троечками можно доиграть, то есть серебром, да? Ой, нет, так нам не подходит, так нам не нравится. Ммм, давайте-ка вот так попробуем. попробуем вот так и надеюсь, что мы серию побед сохраним. Хотелось бы, хотелось бы, безусловно. но, по-моему, свой личный рекорд я уже превзошел. До сегодня, по-моему, у меня 12 побед было в серии побед этих самых. Рекордное число. Но он все время в блоке будет стоять. очень приятно. Лови второй спецприем. Глушения не было. Здесь я просто блокирую. Ау! Подловил! Подловил, ты смотри, что делай. Так, допустим. но шансы еще есть. Еще есть шансы. Сильные атаки больше не буду использовать. Буду обычными комбами бить и спецприемами. Вот, видите? Тактика рабочая. Оп! Хей, ла-ла-лей! Да я же вроде блок держал. Как он пробил меня? Походу проигрыш приближается. Опять блоки. Нет, вроде попал. но у соколиного глаза хотя бы истощение вражеской силенки есть. Энергии, да? нет, 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 я же так близок к выигрышу. Фу. Слушайте, надо почаще запускать запись видосика. я не знаю, то ли я аккуратнее играю, то ли противники несложные попадаются, но прям неплохо продвигаюсь вроде бы. Кстати, Человек-Дракон вот мне еще нравится из моей коллекции. Надеюсь, мы дойдем до Человека-Дракона. Все? Хорошо. Так, еще! 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 Просто миллион дебафов на ней уже висит. Нет! Нет! Ну нет, 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 нет! Спецприем делай! Тут ты бегаешь просто так. Вот молодец! Вот это я понимаю. Так, а ну второй лови. Ну, только не суперприем! Только не суперприем! Пожалуйста! Спасибо, что услышала. Спасибо! Я, конечно, телефон держу, наготове на всякий случай, но я думаю, что она меня добьет. Конечно! Без шансов! Но я не помню, серия сохранилась. Однозначный рекорд! Однозначный! 14 побед! Здравствуйте! И Человека-Дракона я все же вам покажу. Потому что вообще топовый чемпион! Блин, как-то не могу откашляться. Есть! Такое дело! Ловкость! Ты гляди, что делает! Ловкость он мне показывает! Только я могу показывать ловкость! Алло! Не попал! Вот опять же, да? Такая относительно нечестная игра получается. Я типа просто по таймингам его бью и получаю за это дамаг по себе. Неприятно, согласитесь. Но и смысл мне его бить дальше, если как бы вот один удар и у меня один процент остается. А что я должен делать? Как я могу бить противника, не прикасаясь к нему? Очень интересный момент. Так, Человек-дракон! Давай! Я тебя тут так распиарил. Нам главное загнать в угол противника. И тогда вы увидите чудеса. Вот, загнанный в угол. И когда наш враг находится под дебафом загнанный в угол, мы наносим просто какую-то тонну дамага на самом деле. Очень крутой чемпион. как по мне. Ну, 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 спокойно. Вы видите вообще? Вы вообще это видите? Что происходит? А это все человек-дракон, да. но если я сейчас выиграю бой за пятну, тогда я просто буду героем сегодняшнего вечера. нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет в битве чемпионов вот такой фишки не хватает в инжастис 2 мобайл вот какого-то зрительного оргазма скажем так но интересно же выглядит согласитесь но сейчас будет уже супер прием да здесь к сожалению все серия побед проиграна а вот тут не хватает такой же кнопочки как в инжастис 2 мобайл пропустить анимацию супер приема вот здесь плюсик отправляется в копилку к инжастис 2 мобайл но все и так очень неплохо очень неплохо я бы даже сказал хорошо но и самое интересное наверное да открываем кристальчики какие-нибудь там такие вот допустим кристалл за задание такое открывать не будем вот у меня есть допустим два кристалла гроссмейстера почему бы не пораскручивать не пооткрывать пятизвездные чемпионы тоже имеются минимум три звезды 5 звезд привет я не знаю ты страйф топовый или нет но 5 звезд это же однозначно круто согласитесь я думал там уже сейчас будет три звезды но тормозила прям на трех звездах а тут возьми и пять звезд появись 4 звезды класс кстати по моему вив вижн опасная дамочка мне так кажется ой разводники свои спрячьте кристаллы гроссмейстера порадовали однозначно что выпадет из обычного кристалла посмотрим да сегодня просто мой день 3 звездный ночной громила выпадает из самого обычного кристалла моя коллекция просто максимально круто развивается четырех звездный кристалл здесь гарантированно выпадает четырех звездный персонаж хотелось бы чтобы выпал кто-нибудь из тех кто уже есть чтобы был дубль и открылась коронная способность блин сорви голова а по моему бесполезность по моему бесполезность абсолютнейшая здесь уже ничего интересного нет вот какие-то интересные кристаллы я честно говоря даже не понял что из этого кристалла может выпадать там как-то все так расплывчато написано в описании и что а селектора селектор то есть я должен выбирать но не должен потому что мне позволяют выбрать только вот это больше ничего выбрать не могу ладно ок тогда не буду раскручивать этот кристалл пока когда мой аккаунт станет более продвинутым тогда открою этот кристалл зачем зачем тогда его портить но как бы очевидно и пятерочка кристаллов вот таких еще за осколочки давайте разом их откроем о дуб для соколиного глаза и новый персонаж мерзость трех звездный но сегодня я в принципе очень доволен дропом очень очень неплохо как вам кажется пишите в комментариях так не забываем про пальцы вверх не забываем про подписки на мой канал youtube на мой telegram канал кстати в нем проходит сейчас розыгрыш впервые к моему дней дню рождения впервые ведь вещественный розыгрыш поэтому подписывайтесь будет интересно посмотрите обязательно мой telegram канал ссылка есть в описании к видео ну и буду с вами на этом прощаться до свидания до новых встреч